очень много народу всегда постоянный какой-то файт идет за локацией за споты я с тобой не соглашусь ров был прикольный ну ты знаешь ров был прикольный до поры до времени после года soft destruction было очень сложно там играть ну после года full destruction вообще главное было тяжело играть скажем так романтика пропала до те кстати ты тоже после год после вот этого обновления перестала играть или еще до нет нет после мы пошли как раз когда годы свели мы же играли на талоне который стал на ей и после того как вели годы soft destruction очень же долго европа морозилась с ее введением и ввели первые естественно русские сервера его как бы мы пошли сначала на тест нам поиграли именно в збт годы со чуть-чуть нам понравилось мы решили что мы пока мы не будем ждать пока европа отморозится и перейдет мы пойдем на русский поиграть тем более что везде знакомы мы пошли в тот же айс вы в райс пошли мы были в райзе на блэкберде о господи нам присаживание сказали было бы стелтом познакомим было очень много проблем с тем что все-таки время на игру надо тратить гораздо больше чем вот говорили те кто игру оказывали ли туда-сюда нет чтобы вот дальше там восемьдесят седьмого восьмого девятого уровня прокачаться нужно было просто гриндить 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 особенно как бы в топовом альянсе таком как райс то есть ты гриндишь нагриндил себе там пять процентов 3 процентов ввп тут же слил ну блин ну да но это топовые кланы там как бы требования к пачкам крабов не берут да 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 крабить 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 подсказывает действительно было так было просто очень тяжело уставали какие-то там кто-то не может там у нас приходилось запасного человека искать а с не своим человеком уже играть не так комфортно не так удобно в общем все свет не готова пишет как он упал упал а у меня такой вопрос а никто не знает значит европейский линейский европейский какой-то сервер гильдмастер не знаю название генди может кто-то знает под ником клинок я говорю никто не знает нет европа ты про какую европу спрашиваешь просто есть я сейчас сервера которые стали несколько лет назад может точно европейский они каин потому что я играл на франции света играла на сегодня это два основных севера припомнить не можем а потом их смерти да но это уже был потом совсем а сильно потом нет три смерти 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 было же была северная америка и европа и вот по моему почти всю европу вот была франс то он луна мужчина там тоже может все кто-то и был но явно не крутым нагибатором на луне она всю европу забрала а всю эту самую nc west все ушли в северную америку то есть сейчас у nc west остались два сервера хронос иная и они считаются североамериканскими на каин с кем слили огромным каин да по моему с хроносом слили если он североамериканский был то скорей всего sky на может мы либо sky на либо с луной там под как бы легко вычислить человека когда он играл если там в то время не было луны значит это каин на нем был какой-то комьюнити еще русскоязычная на пионе я вам сейчас скажу я играла с каких тут спрашивает чатик не сын не сприлюд интерлюд а сейчас скажу я тоже не сприлюд вы еще там с хроник я играла чуть ли не с не фрея или какая там перед фрея было было обновлено были хроники забыла вот где-то вот там играл до этого я играла на руфе тоже играла где-то там вот тоже с интерлюды там со всех вот этих хроник на кадмусе когда только норовь не был интерлюд он с грацией начался а вот грацией значит с грацией с грацией я играла собственно рофе а до этого не скажу на какой фришки цветы играл на приливки риски дамы все это играла на 3 но это не мешает нам все равно говорить это играл на фришки мощных фришек которые стали кузнецей кадров потом для руфа вот их несколько было я не буду да я знаю эту фришку я тебе говорил нет мне не говорил на я догадался да да на мелкософт но нет я то играл вообще в эту значит тайваньскую бета линейдж а потом еще в релизе я рассказывал историю где короче 20 уровень набирал две недели да я как-то я как-то так подумал что это все таки еще был до левели я так подумал что все таки наверное не буду я в нее играть то есть вот на этом у меня закончилось но это был все таки свой фан и я до сих пор помню это как крабить там на из наталки тысландии качаться в катакомб без сосок качаться в катакомбах когда соски нужно было еще не было автососок автоюзер нужно сжимать на соски это было очень суровое время я играл суммонером и там просто мне чуваки которые со мной играли не завидовали говорят блин но сам он мне было сму суммона не было солнца как вы выжили вообще в 24 часовом стриме вы что вы это у вас там как это подносили еду и все остальное нет просто алтскул только хабкор слушай за тобой тут всякие волки гоняются жуть какая да я узнал их внимание обращает все нормально а ты уже ушел из стартовой локации так и мягко говорят да то что ты новые какие-то много на открывалка вообще локации как там вот и смотри мне вот интересно локации стартовые вот она я потому что мне очень смешно было я когда играла я же когда от стрима отключался дам нет я разберусь я посижу разберусь очень в пол пятого глаза моргнул так отлично разобралась вот на неплохо так ушел но я еще просто спал тут нас ребята в разе то есть повыше левелом 31 сошли вообще вот я сижу значит играю и мне муж спрашивает а это вот вся локация все что есть в игре и я так карту глобально открываю колесико прокручено такой возглас маленький мир гв2 девора просто поглотил его лол он кстати никаким ему больше не пробовал он зарегте ему все нет таких игр нет да на его кошка с нами там постоянно бегала помогала воду возить кошка водовоз ну лишние рабочие руки я смотрю у тебя тут турельки все красиво ну типа того ты мой огнемет еще не видел сейчас тебе покажу могучий огнемет игры огнеметы гранаты чем я только нет даже бомбы есть даже масса специально а долго держится турелька ой сама сама ликвидируется нет они не ликвидируется сколько угодно стоят какой у тебя суровый вид все-таки инженер кара там люди запись потеряли вчерашнего стрима так на ю тубе разве они на ю тубе есть ребята конечно в теме предыдущие новости о предыдущем стриме там должна быть и вообще должны были новость уже дать о нем я всех случаев просил это сделать а черт тут мобы злые касается и на ю тубе клин 2 ветерана двадцать восьмого лэвла это сурово для меня а вот нашел уже нынкил 2 2 . руб ребят ведь не так тяжело отбиваться отбиваться до смерти так вот нет удача гранат покажу брат гранаты ты именно больше нам где пвп потому что мог такими толпами не ходят а то есть все правильно гранатов толпу то есть вот у меня все скиллы массовые становится гранаты разные там замораживающие мы есть все все подряд есть в основном тоже гара заснял пвп да на вчерашнем стриме я сотенам через этих 20 часов примерно половина это пвп мне кажется то есть после того как мы немцы победили еще очень много ходили против французов скажи а вот к человеку который первый второй третий раз там садится за игру сложно вообще по уташе было нет я сижу за игрой третий раз ну вот ну сложно вообще было по уташе по уташе да не не сложно было ни капли не сложно в этом нормально побегал с какого уровня пвп ребят не было такого нет но можно и так там можно бомбу ставить специальную такую хорошую ну да я сомневаюсь что кстати вам с девором игра понравится почему вы назвали pvp для нубов я не помню так называли пвп для нубов я говорил что на форуме у нас в гохе на гохе тот написал что она выглядит как пвп для крабов если хотели бы для крабов сделать масс пвп его сделать бы таким как в гелдворсе почему именно для крабов то есть можно жать на все кнопки подряд и и будешь пвп да не нужно включать голову не ну не в плане я не так я хотел сказать не так в том том что она бессмысленно и беспощадно мы по кругу бегу бегаем и за захватываем это же круто это ярость топора все такое что вот пускай ярость топора останется в анархии в бейдж оф конан вархаммер онлайн и других таких играх аюнах пускай не дам ярость топора нам нужно осмысленно глупо понятно но растут только много игр выходит последнее время с яростью топора но это видимо как раз для крабов когда если ты включаешь голову то это очень круто но если ты ее не включаешь то ничего страшного ну да ничего из этого не меняется ну то основная проблема ребят на самом деле мы про крабов тут речь шла из-за того что пвп она как бы не очень мотивированная то есть мотивации нет ни к нему никакой вот ты заходишь на этот инстанк там до половины твоей команды стоит в городе в нас уковыряется вообще пофигу что там при этом штурмует ваш замок какой-то и вы там умираете меньшинстве дым плевать на это не афк за чаем и покушать и пвп все в таком роде вот у меня по поводу афк дима рассказывал что в лоле в том же например за афк за чаем покушать человека просто банят то есть если вдруг началась игра и человек там ушел за чаем открывать дверь там но это немного другой пример это моба тут же кик и все и пока а смысл на пвп это немного другая вещь это вот как варчейджа там у нас ребята осаду надо всем прийти нам надо вот отбивать сегодня замок у корей от корейцев или еще что-то ну я не объясняю секундочку а надо потому что вы потратили массу времени на то чтобы сделать это сделать то что могут у вас полностью разрушить то есть вы свое время как бы ну добавляете к мотивации пвп то есть можно неделю не знаю что нибудь делать потом записать за одну осаду все среди зачем вам это надо ну да то есть и народ понимает то что это не просто так чьё-то желание клан лидера там не за какие-то призрачные вещи бьется вполне за реальные которые увеличивают там вашу скорость прокачки так скажем ну шмотки ваши и все прочее то есть реально хорошая мотивация ваш цель завоевать северный континент т.е. вы как карта переходящие замки все это не просто даже завоевать даже банально чтобы выжить на нем вам все равно придется воевать все хотели отжать представляете вы можете отжать полностью замок и город райсов разграбить их город и разломать их это и выкинуть вообще с севера на пве континент райсов или русскорп там или я не знаю кого вот ну ограбить деревни можно сжечь дома которые находятся в пвп зоне то есть это не просто как бы что-то завоевывать для себя какие-то бонусы ну ты еще отбираешь их у других хорошие тут спрашивают в чатике сердечко да это такой вместо датель так опять учета принт от одни моба прям ветераны походами турельки над ставить с ветеранами плохо без тренируйся ставить турельки игра учит тебя тренироваться ставить турельки но я хрису просто турельный бил такой попробовать человек главная польза турели кто что мог бьет ты хоть они меня какое-то время так включаем сейчас супер ракета будет супер ракета пром а не заобнил он упал весь как ракета овня самое что глупое турельки над собирать на простук недавно узнала gv2 мы отвечаем на все вопросы ребят никаких проблем на самом деле если хочется вот если есть возможность поиграть gv2 я убедилась на своем примере что там во всем можно разобраться интуитивно несмотря на то что на тебя идет огромный поток информации на английском языке если ты языка ну допустим не знаешь или понимаешь там на процентов 50 ты все равно разберешься рано или поздно то есть там часа два ты там в игре проведешь потыкаешь на все подряд и поймешь как что работает ну да вполне почему тут настолько унылая pvp только одну кнопку нажимаешь и все ну ребят я разве одну кнопку нажимаю это он просто стреляет он раз то у него такая профессия веешь наставил турели как куда и отстреливается бегает но при этом я как минимум еще несколько кнопок спамлю да зачем сжать автомат от 1 1 прав и просто смеюсь потому что он прав вот ворону классы разные ребят у меня нет такой необходимости я поставил свои турели и все я играл рейнджером мне очень понравилось самое интересное я всю жизнь думала что рейнджеры это там исключительно либо маги там либо лучники да тут можно оказывается это взять топорище и там им кидаться этим топорищем или факелом кидаться это забавно аварию может взять ружье и стрелять из ружья полная свобода действий нет вот много я говорю на прошлом тесте самым лучшим рейнджером рейндж классом был варьер но говорит что сейчас пофиксили потому что видимо нашли в этом какой-то нелогичность лучший стрелок это варьер ну да вот как раз не очень вы за высокой живучесть и принципе дпс сравним с дпс рейнджера живучесть невра в разы лучше тут еще спрашивают по поводу пвп реализована пвп реализована говорят бессмысленные беспощадные я вот пока не пробовала но ребята делятся впечатления вчерашнего там стрима ну как на но там есть некоторые киберспортивные составляющие то есть например с теми же райзами я бегал у них там какая-то цель была стояла то есть они хотят чтобы сервер был самым клевым и хотят чтобы для этого как бы ну пытаются побеждать чтобы сервер был на первом месте проблема в том то что помимо раз на этом сервере играет еще из 5000 крабов который заходит на эту пвп бг там или еще куда и просто авкашет или еще чем делают непотребные то есть никоим образом не приближая великую победу великого сервера гандара то есть ребят попробуйте вспомнить последние игры игры которые как бы популярны массовые не умирают не приходит много таких игр найдете кроме рифта не помню но я просто я просто не могу припомнить других рвр игр ну почему тсв свтор тсв они принципе сервер слушай нет нету нервы рта на все не сдают потихоньку но я не знаю там проблема ли в том то что они рвр ты имеешь ввиду или что три страны конфликтов сложнее все это дело от балансе балансе конечно и поэтому вот ну просто чат пишет что там вахту совета не дать не то есть люди которые не знают игру не могут дать совету но это действительно так другой стороны здесь ничего такого не нельзя сделать чтобы было более осмысленно чем уже есть вот так механика игру уже заложено все ну видишь говорят у игру купил уже миллион человек и поскольку игра как бы бай ту плей то сомневается что она умрет денег не но из вы торта там все таки подписка была а тут именно говорят о том что игру купили и все она у них есть то есть игра выстрелила уже вот просто она уже окупилась она успешно нравится не нравится потому что ее купил миллион человек но я кстати вам могу сказать такую страшную вещь я помпает рассказал то что он файнал фэнтези перебил по подписке когда выходил катаклизм файнал фэнтези одновременно с ним выходила и он по количеству подписчиков людей купивших предзаказ обогнал катаклизм вов представляете то есть обогнать вов они это сделали а потом игра вышла настолько сырой отвратительный убогой смесь этот отделение с qrnx который над ее разработкой трудился и и всех там разогнали от директоров до последних уборщиц причем без шуток ну так логично ладно господа я вас вынуждена покинуть мне нужно еще монтировать программу которая выйдет завтра новости недели вот про все программу попиарить зашла нет я зашла с вами пообщаться обратно делать программу была рада пообщаться если у меня будет время вы кстати до скольких планируете стримить и скажите мне по секрету как так когда закончится у нас не до сколько у нас до чего тест когда закончится от с через еще через пятнадцать четырнадцать часов примерно там завтра с утра по москве завтра с утра или просто я слышал подтвердчивые данные еще на тему того что до обеда будут стримить вот пишут да для скалон и еще два человека 30 нет после обеда мы вряд ли стримить будем два тридцатых человека надо мне еще до 30 ребят качаться ладно ребят в общем я пойду была очень рада пообщаться если у меня будет возможность я зайду стримы еще зайду давайте пока так что тут с аренами ребят все в порядке с аренами с пвп партам велись кстати новая с пвп 8 на 8 гильдийская какой-то но кстати решила проблему так скажем с унылостью обычного из пвп 5 на 5 потому что ну это 5 на 5 пвп и когда три точки надо захватывать игроки не пвп 6 а больше по точкам бегали нежели стараясь найти других игроков то есть просто там найти другого противника это было счастье все бегают по точкам и старается захватить что еще про что вам а зачем пока ты будешь пытаться остановить на точке проще лучше трубу и пойти взять то есть на знаешь так вот бегают тупо по точкам и захватывают как я привел хороший пример видео катаевой где она там знаешь выложил ролик и там такая надпись тип 4 против 5 мы на арене тащим я думал сейчас увижу там супер пвп нет чувак бегал все видео по точкам и захватывал их просто раньше чем другие это сделают еще убивал каких-то не писей круто конечно вообще просто супер пвп как нибудь так ребята вопрос не понял что значит как нибудь войти выйти на бгпати вы про что про донат подробно донат есть кто о чем кто про донат то про арены донат не влияет на арену это наверное самое главное потому что играть частично преподносится как киберспортивная но вообще не частично она преподносится это киберспортивная игра во многом и вот донат никак не может влиять на арены иначе это просто будет дичайший фейл это не может быть в принципе да кириллицы нет только транслит шо ж поделать чем богат кстати как там наши выступают гандара вообще тащит какой цвет ваш синий а ты смотри там народ то дофига ли или что это в тысячи 16000 шла 16000 тачки может если там движуха так может пвп сходишь но я вот сейчас как раз об этом подумал давно лагов не видели соскучились соскучились по костам система комбинации скиллов пвп сложно сказать пока у я вот у своего класса таких комбинаций не встречу чал так как нет точнее они есть но я не сказал что это как-то сильно развито и то есть других играх это более как бы развито нежели тут тут как-то все это проще петиция который пытается подписать о локализации игры я думаю об этом скиф поможет ли петиция для локализации игры вот спрашивают я пока отойду на секунду наиндас кашки какой-то независимый разработчик типа которые делали эти реки которые сделали так фолл и так далее пока как показ практика никакие крупные мурбега конторы которые они петит с эти даже нечисто так так что так 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 Куда пошел Гарри? Как вы думаете? Делайте ставки экспату. Я думаю, что он пошел в этот шок. Поехал. Надо ему банок купить. Поехал в Англию где-то. Чатик, вы не угадали. Я отходил кошку покормить. Погладить кошечку. Нет, не погладить кошечку. Серьезно, кошку хотел кушать. Кишку накормить. Дал ей поесть. Нет, не шаурма. Так, у Скифа телефон. Нет, нет, только не интернал бутэлграунд. Там лагает. Ничего, надо... О, скинулся. Сейчас расчет будет заново. Куда бы пойти? Куда бы пойти? Куда бы джейди пойдем? Вверх. То есть в игру внесли мало. Да, согласен. Нет. Не внесли мало чего нового. Ну, переделанный ГВ-1, да. Вполне верное утверждение. Что-то меня не закидывает на джейди. Ринк оф фаер. О, мы с ринк оф фаер воюем. Там, наверное, какие-то есть русские. Блин, Borderlands is full. Borderlands is full. Да, короче. Сейчас просто, видите, на всех этих, они полностью забиты. Там идет ПВП, видимо. Да, сейчас на чатик правильно предприезжает. Это ВВВ. Мы идем против сервера, против сервера. Это не арена. На арену я схожу попозже. Три стороны, да. Три разных сервера. Совершенно верно. Не понимаешь людей, которые ждут от сиквела того же, что и было в первой части. Ну, не знаю. Я лично могу понять этих людей. Как бы, само собой, то, что от Планитсайда 2 там ждут каких-то вещей, которые были в Планитсайде первым. И на самом деле было бы странно, если бы они не ждали этого. Благодаря этому стриму я передумаю брать ГВ2. Ну, блин, ребят, я не виноват. Хотя, может, и виноват. Простите меня, не знаю я. Что еще сказать? Я показываю то, что есть. Ну, какие-то фишки. Да, а велосипед-то что? Делал, согласен. Просто черный пиар. Как вы суровы. Блин. У меня оружие отстойное, гарпунта мой. Этого моб даже не запилю. Это странный вопрос. На мой взгляд, перспективная отчесть, конечно. И тут даже без вариантов. Ну, тут сложный вопрос тоже. Кстати, с той стороны то, что... Как бы смотреть на то, что сейчас перспективнее. Пока перспективнее Гилд Варс. Потому что Гилд Варс есть на меняемом языке. В нее можно уже играть. Когда Арчейдж появится на английском языке, никто не знает. К сожалению. Включая самих разработчиков. Поэтому говорить что-то сейчас о Арчейдже. Очень тяжело. Тем более, игра еще не до конца. Как быть, все доделано. Мы многих вещей не знаем о ней. Пока то, что есть, выглядит очень здорово. Поэтому мы ее обсуждаем. Да, ванговать можно. Сколько угодно. Но это не помогает. Городок какой-то большой. Забреду туда. Потыкаюсь опять в ПВП. А вот сейчас похоже картинку видите. Вот она в принципе похожа на то, что вы видите. И причем здесь, ну, что-то есть. Причем здесь это потому, что она слишком корейская и так далее. Это какое-то мнение вообще. Вот в игре она будет выглядеть вот так же. Какая вам разница? Какая? Надо же было создать такой огромный, красивый мир и заселить его мобами. Да, действительно. Сейчас все ПВП заполнены. Жесть, я ни в один ПВП не могу попасть. Ну, я нажал, я думаю, я в очереди встал. Меня закинет когда. Хотя, наверное, надо все-таки ТП-шнуться и так попробовать зайти. Ну, гость 44, ты сильно не прав. Просто смешиваю в одну кучу любителей Айона и любителей Ланейдж. По-моему, это несколько разная группа людей. В смысле, что любители Айона там всего, наверное, человек 200. В сердце 200? 200 тысяч. Он в России еще популярен, кстати. Там говорят, что-то в Европе у него все не очень. Ну, в свое время, да, из Ла-2 многие пошли в Айон. Но, я думаю, уже вернулись давно. Кто ушел из Ла-2 в Айон. Я помню старт Айона, там прекрасно все играли. Все возлагали надежды. Хотя, Маша Катаева уже тогда сказала, что не очень. После игры. А чего, я не понимаю, почему народ-то разошелся? Почему они разбежались обратно? Скажи, объясни. Почему? Все было? Что там было? Где там было? Все было, играй не хочу. Ты троллишь, я не буду отвечать на провокацию. Почему? Ну, а что там? Тебя что там, как монитор бил, что ли, или что? Почему нельзя? Почему в ней не играли? Почему в ней не играли? Потому что игра неинтересная. Вот тут так, просто неинтересная. Ну, как тебе объяснить, Скиф? Ну, блин. Игра это вов, корейский вов. Что может быть хорошо? А вов неинтересный, хочешь сказать? Не, вов-то интереснее. Корейский вов оказался неинтересным. В чем разница, если ты лов? Разница в том, что от нее ждали ла-2. Вся проблема в людях, в игроках. Ну, понятно, что есть игры, которые совершенно не располагают в то, чтобы в них играли. Но в основном люди сами виноваты. Ну, что мешало человеку там поиграть? Нет там. Он увидел какие-то тенденции, люди там сваливают. Ну, ты совершенно прав. Ожидания другие. При этом качество... Зачем ожидания? Зачем? Самое опасное вообще это рисовать себе в голове одну игру, а потом не читая вообще ничего, не интересуясь игрой, нарисовать, придумывать себе какие-то... Ну, это какие-то общие фразы. Все равно рисуют. Все равно мы все это рисуем. Все равно мы все по-своему представляем, как оно будет. Разве не так? Вот ты вот про Арчейдж. Мы много с тобой про Арчейдж уже знаем. Но, в принципе, много еще все равно не знаем, согласись, да? Ну, и мы как-то додумываем эти вещи и представляем, как они все-таки будут. Ну, ничего не додумываю, если честно. Ну, не знаю. Я вот как-то себе представляю, как они реализуют эти морские там торговлю и прочее. Если это окажется хуже того, что я вот сейчас думаю, я, само собой, слегка разочариваюсь. По-моему, это нормально вообще. Но они же даже не заявили ни о чем. Это получается? Нет, они заявили об этом. То, что это будет. А как это, то есть, морская торговля? То есть, именно торговля, если речь идет, то есть, вот игроки будут использовать свои корабли. Ну, а как это будет реализовано, если там нет телепортов самого континента на другой? Да. Я имею в виду про реализацию, как это будет именно механика работы. Как эти товары будут загружаться? Сколько товаров? Как там это будет находить друг друга игроки? Как потопленные вещи поднимать? То есть, ну, вот эти все тонкости. Я вот это все додумываю. Если там это немного не так окажется, то есть, ну, что там, например, перевозка будет не так актуальна этих вещей, или еще что. То есть, ну, именно торговли там, как таковой, например, не получится. А получится, не знаю, какие-нибудь там реликты только возить. То это меня разочарует. Ладно, мы немножко отклонились от темы. Так вот, возвращаясь к Айону, почему не захотели? Потому что ПВЕ, ну, как бы, как мы сказали, корейский ВОВ, да? Ждали Ла-2, получили ВОВ. Это одна из причин. А вторая из причин, потому что он оказался хуже, чем ВОВ. Потому что там не ПВП тебе, и ПВЕ так себе. Ну, как, не так себе? В принципе, игра-то хорошая, но не до того. Вот ты как подводишь, понимаешь, я и говорю, что игра-то хорошая. Просто люди сами, как бы, ну, кто ж виноват, что люди бросают и не играют? Ну, я с тобой не соглашусь, что тут люди виноваты. А потом все эти же люди, которые бросили одну, ну, и просто по форму сужу. Все эти люди, все эти кланы, все эти люди, которые переходят, они в одной бете играют месяц, прошло все, народ начал, там, процент-то ливающих есть, в любом случае. Кто-то ливнул, все, все покатились, все ливнули. И все эти же кланы в другой игре появляются в бете, это пвп, да, уже все? Ну, да. Возвращаемся в гв? Ну, пвп. У нас тут пвп, ну, а чего отвлекаться? У меня, мы штурмуем. Нет, что это такое там? Это вот вы, что это такое? Магазин с лодкой? С пивом? Это кип мы атакуем. В принципе, его назначение сходно. С магазина лодка-пива. Тут нет нифига, там есть, можно подобрать суплай. Значит, мне очень понравилась тут система. описали. То есть, я сначала так подумал, здорово, караваны ходят, их можно грабить. Одно из основных условий успеха игры выполнено, есть караваны, их грабят. Потом я узнал, в общем, зачем они нужны, эти караваны. Оказывается, сейчас я отвлекусь немного, там пока все равно идет яростное нагибание ворот без тарана. Значит, что продлится он долго. Вот видишь, есть как бы такие здания, это мастерская называется, откуда выходят караваны. В этих мастерских вот эти караваны формируются и идут уже по тауэрам и крепостям, то есть, более таким, крупным кипам. И они разводят туда ресурсы, вот эти суплаи. Эти суплаи нужны, чтобы чинить стены, строить ворота. Также эти суплаи нужны, чтобы строить осадные всякие фиговины, типа баллист и прочих. То есть, надо захватывать мастерскую, чтобы можно было, чтобы получать ресурсы, чтобы строить баллисты и захватывать дальше разные плюшки. То есть, такая вот система тут работает. То есть, сейчас мы вот ворота ломаем, их можно, в принципе, изнутри чинить. Скиф-то пропал куда-то? Слушай, это, а можно таран? То есть, тараном ломает столько ворота или можно сломать еще стены? Стены, но далеко не все. Так, это какие-то враги прибежали, они, по-моему, хотят умереть тупо и бездарно отдаться. Давайте, бегите там в свой зеленый портал, бегом, пока вас их не перебил. стены, но только определенные. То есть, сейчас покажу даже ее. Французицы спрятались. Вот, видишь, она прям выделена. Вот этот участок стены можно сломать, а вот этот рядом нельзя. У нас немножко задержка идет. А, ну, я понял. ДХП есть. А по стене залезть нельзя, да? Нет, нет, никак. отстой. А значит, в кипе сидит кип-лорд, правильно? Да. Мы его убиваем и все, он становится нашим. Так, они поставили пушки и начали стрелять яростно с них. Блин, из-за этих пушек никак не уклониться. не тупо вот АОЕ заливает и все, видишь, красные круги появляются. Это вот куда АОЕ падает и вражеские, а белые наши. Так в этом водолоке на дефинсе я буду просто воролей сейчас. В этом так, слышишь меня, раз, раз? Да, да. В даоке, не знаю, как в Архаммер уже не играл, до осад и так далее. В даоке можно было просто, когда идет эта атака, чтобы там милишники они бьют, двери подходят и двери замка. А с другой стороны ставали байеры, да, маги, и просто кастовали вот, прямо около дверей становятся и кастуют на стопе МАОЕ вот свое и кто там попадает за, ну, понимаешь, да, логик, отгоняли, то есть там тоже. И здесь то же самое, да, получается? Ну, да. На самом деле, я не знаю, я вот после целого ряда этих осад, я нахожу в этом довольно мало фана в этом действии. Стоять вот тупо в стену кидать гранаты. Я там коцаю вон того придурка, который стоит сверху. если тебе скажут, что там сервер сервер на сервер, что ты в принципе отдачишь ключей с другого сервера, или как там? Ну, да. Вот единственное, что ваш сервер глобальное королевство, оно как бы... воюет против других таких же. Ну, сама осада, не знаю, я не назвал бы это осадой, по-моему, это не достойно называться. Осада, несмотря на использование осадного оружия. как-то это все мелковато для осады. Тебе не кажется? Ну, оно не мелковато, оно просто было сто раз. Это уже скучно. Понимаешь? Это скукота. Ну, вот то же самое было в 2004 году. Ну, вот то же самое. То есть, и раньше было. раньше не было. Ну, ничего нового нет. Ну, те же АОЕшки, те же Рейндж, те же Тараны. как-то честно слово. Почему нельзя там чел... Почему залезть нельзя по стене, да? Например, там в Доохе можно было залезть по стене. Почему? Здесь нельзя залезть по стене. Почему не сделать бы? Не знаю. У меня вот вообще из-за этого дождя стрел не могу никого выйти. Мне кажется, эту пушку пора фиксить. Она с какой-то дикой скоростью стреляет. Уже изменилось, товарищ, 6-4, 2-1-4. Ворчей, осады, посмотреть. Там замок сам строится. Там замок лабирин. Да задолбали эти стрелы, из них вообще не выйти. Две эти пушки и все. Не взять. А кто там тебя пинает? Это пушка. Ставит пушка. Не-не-не. Вот такой маленький прибежал. Такой же. Да это он меня не запинал. У меня пушка, видишь, убила. Сверху. Это живой человек был, да? Да. Видишь, стрелы просто без конца, как дождь падает. Это из этих многоствольных пушек. Самое прикольное, то, что эти пушки они очень сильно дамажат, стреляют просто без конца, не останавливаясь. Ты под них джеда лежишь? Ну, видишь, человеки под них попали и вот они скорость дебаф вешают. У них никак увернуться нельзя. Офигеть, Гарри сейчас стримит. А что мне не стримить? что вас таки удивляет? Да, осады тут вообще они нон-стоп. Но это не осады, я повторюсь, это просто такая БГшечка большая. Я не знаю, я надеюсь, что у нас основной зерк, где-то просто на другой точке, потому что здесь мы явно проигрываем. ужасно уныло отвратительно и пвп как такого нету. Под стенами воевать невозможно, эти пушки просто карают. все мясо я бы убил легко один. Ну как, не один, конечно, но не проблемно им напинать. следить за огородом варчейдж интереснее, чем осады в гилд варсе. Скажем так, поливка деревьев варчейдж вызывала у меня больше эмоций, нежели это осада. Потому что ты вкладываешь свое, себя в это дело. Ты вспомни, как мы эти воду возили. Пвп было. Да. Как мне ТСВ и как мне ГВ-2. Ребят, мне ТСВ больше понравился. Я вот так скажу. Потому что ТСВ очень атмосферный, интересный, хорошо можно поиграть, историю посмотреть. Интересное развитие персонажа, реально интересно, что получится. в ГВ-2 интересное развитие персонажа, блин, оно как бы есть, кое-какое там какие-то билды, но тут неинтересно развиваться, потому что ты заходишь на пвп, тебе сразу дает 80 левел со всеми скилами на арену. Все. Где интерес? В чем? Открыть новые скиллы, интереса уже нет, потому что ты все скиллы свои сразу видишь. Это немножко убивает, по-моему, какой-то стимул к прокачке. Надо поставить аниматоров ТСВ в позе их персонажей, пусть так и ходит. Интересный вариант. Это суровая кара. А что с анимацией в ТСВ? Вообще тут кто-то писал, что в ГВ-2 анимации не очень. Там даже считал шаги, сколько персонаж делает. Блин, фир глупый. В каждой игре есть фир. Как же без без фира-то? Сдохнет и мелкий. Сейчас вот вы наблюдаете то самое пвп. Так локальненькое, тем не менее. смысл от пве если ты на арену заходишь в 80-м левел. Ну вот видите они как бы разделили пвп на аренах от пве составляющей игры вообще полностью отделили. есть пофигу что у вас там в пве было. На арене вы играете по-своему. у вас там шмот дается сразу раздается левел максимальный шмот 80-м уровня. То есть вы только выбираете так скажем свой билд и все. Да какие осады были в L2 не сравнить я с вами согласен. Но осады в L2 еще во многом тащили все-таки потому что они были именно как бы таким глобальным событием раз в две недели то есть народ собирается готовится к ним ходит закупает что-то тут просто зашел в любое время стреляешь абсолютно пофиг в принципе и на результат как крипы в лот рон да для европейцев повоевать для азиатов побить мобов не знаю по-моему азиаты гораздо более воинственные нежели европейцы я бы с вами не согласился азиатов играет в world of warcraft 8 миллионов или 7 нет чего нет как как с чего это китайцев столько играет в world of warcraft китайцы что не азиат нет азиаты я потому что там вроде ну нельзя сказать что сколько world of warcraft 11 миллионов они висят на отметке ты хочешь сказать что из 11 этих миллионов 8 китайцев нет я не согласен азиат приходится на 6 или может быть ну я уже половина насколько я знаю ну не половина там на европу приходится миллион а на америку там чуть-чуть больше миллион а в россии 2 миллиона ты в курсе ну на этот на 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 момент в уборной крушает когда там ну я не знаю не располагаю в общем любвиная доля игроков базы клиентской базы world of warcraft это ваши любимые китайцы ну это китайские фармеры они зарабатывают на чашку риса я все-таки считаю азиатов хорошими игроками особенно корейцев они нельзя сказать что они не хардкорные пвпшеры ну как они сами помните они на нас нападали выебали там отчаянно они любят пвп они просто другие они совершенно представление о мире они другой вселенной совершенно с ними невозможно было общаться в плане там они вроде играют помнишь мы с китайцем общались не с китайцем а с корейцем в чате он нам помогал в этом говоришь какие-то простые элементарный сленг но там не понимал что это так будет совершенно ну у них свой сленг у них да у них во первых совершенно свой сленг все вот эти вот черточки реально они пользуются черточки рожица вот эти черточки они там ок nb они это могут даже nvm там ну nevermind они могут это даже не знать там вот были проблемы такие да какой же nevermind они vtf vts vts не не проднимают ты понимаешь что было там vtb там то есть пришлось приходилось писать went to buy и то это первая игра в которой варчейс стал моей первой игрой в которой я увидел когда я писал по-английски что мне писали заткните своим английским типа хватит писать по-английски у нас тут другой язык чать идите нафиг обычно такого не бывает во всяком случае в айоне например такого не было я могу точно сказать но опять они короче серии за свои стрелометы и он заливают округу стрелами и никак не подойти и все это печально унылый и ужасно они знают только нет не только хватит вам вы просто рон плохо говорит по-английски совсем плохо я тоже невеликий мастер но он еще хуже меня в лоле видите как бы просто английский знаете привычка то что он как-то такой международный язык общения и когда ты говоришь пытаешься говорить на английском когда твой неродной язык тебе говорят что блин ты что не общайся на английском у нас другой язык это удивляет они английский никак не воспринимают международный язык общения у них свой международный язык общения блин так поставьте требушет ребят окей где я возьму требушет у меня денег нет на требушет он 50 серебра стоит если помните я купил этот баночку те олени которые тут бегают они тоже требушет этот нафиг не упал что они его ставить будут он 50 серебра стоит они из своего кармана будут отдавать деньги да никто из них не будет отдавать деньги только когда клан пойдет просто так это никто не делает требушеты не ставят тараны потому что эти вещи надо покупать за свои деньги ну зайди на оффла 2 и начни писать по английски согласен но как-то не знаю там больше это тест игры все-таки такой можно сказать международный был потому что много и западной прессы пригласили и в нас в том числе хп ворот вон посередине видите вот эта фигня да большая часть там даже пару слов не можешь связать по-английски ну да смоя тоже не понимает ну вот тут то черненькое это сколько мы надамажили вот я сейчас на снегу покажу вот это мы столько надамажили а вот столько у них осталось это чинится 2 секунды им починить сколько мы там надамажили ну и да лол я с вами полностью согласен потрясающе а потому что у нас бои идут по всей карте вот здесь бой здесь бой здесь бой нафига вопрос нафига бегать маленькими группками по всей карте зачем не знаю мне вот это ввв пвп вызывает уже жуткую ненависть а не просто отрицательные эмоции скоро выйду я сейчас попробую что-то еще поделать скоро выйду стоп квп ну реально печальная у меня много этих точек скилпоинтов я просто хочу к 30 левелу набрать этих скилпоинтов чтобы элитный скилл один выучить какой-нибудь в современных играх не хватает хардкора а-ля DayZ или возможности изменять окружающим мира а-ля Archage согласен с другой стороны такие игры выходят они становятся популярными то есть тот же DayZ какой там дикий хардкор и игра при этом популярна или так нифига себе ой это квест на него прикольно сейчас квестик запилим халява экспо так вот DayZ стал популярным игра Dark Souls на PS3 которая вышла тоже очень хардкорная невероятная вон народ собрал пятишки подписали пятишку чтобы сдали ее на PC так много людей подписало то что разработчик согласился заняться изданием игры уже на ПК по моему это показатель того что игра популярна как бы игра мега хардкорная то есть на мой взгляд хорошая тенденция то что хардкорные игры сейчас становятся популярными возможно это станет своеобразным толчком для разработчиков чтобы они именно занялись созданием игр уже хардкорных огромный пустой мир как же это атмосферно ну ребят то он не пустой зачем вот так сейчас тревью большого дядьку с баловами все умер плант привод добить чтобы не встал что там там по-моему урисающего хп не больше он решил подойти риснуть да вы жёте прям попал как азимы гарам захист не согласен гарр любит ммо гарр играет в ммо тут интереснее пве заниматься искать скрытые фишки а надоедать топов пвп врываться согласен ну боюсь что есть и люди которые вот нашим райзен пойду помогу кто кто-то нагибает это непорядок нагибать должны мы пиу 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 тарта тарта сдохнет уже нам дамаг выливаю блин некоторые классы хилиться просто жесть блин два маленьких элементалистов на меня напали теперь мы в равном положении мари мелкая сволочь с е это шведы что а фс фс французы вот тут прям у него как-то хорошо так входит финиш хим ф франция фр да а это вот это rings of fire это русские походу там говорят что русских вроде на rings of fire сколько-то играло чё это типа непробиваемый что нет не он непробиваемый то просто их много стоит они меня бьют гора как можно попасть было в збт а ой различными путями самый простой купить ключ китайцев да на том самом на том самом китайском сайте пока что они не продают ключи все ключи откатили ну да но это было тем не менее самый простой попасть они официально сказали что ребята покупайте но это китайский бизнес меня просто поразил если хотите расскажу вам эту историю забавную потом персонажа откатывали и перепродавали другим то есть я играл с людьми в которых персонажа откатили аккаунт и потом продали другому он заходит и говорит о блин а там твой чар стоит он такой что он при этом посидит и пытается зайти на сервер короче говорит у меня что-то с аккаунтом не то зайти не могу тут другой заходит и говорит о у меня твой персонаж ну в общем китайцы как сделали сначала собрали со всех денег за предзаказ на ЗБТ типа вот мы будем продавать аккаунт на ЗБТ давайте нам деньги на это будет предзаказ мы вам сразу ключи подгоним типа потому что ключи ограниченное количество само собой наши недолго думаем давай предзаказ клево 100% попадем в бет накупили предзаказов потом китайцы вывесили цену 100 долларов там надо было по моему предзаказ был 80 долларов там надо было докинуть сколько-то и тогда вас собственно пускали на бету так вот при этом китайцы что сделали они сразу написали то что аккаунты за 100 долларов как бы то что мы вам сейчас продаем ребят у нас нет о них данных там тд тп в общем их могут откатить мы себя от всю ответственность снимаем предзаказ деньги не вернем то есть либо вы доплачиваете покупаете не стопроцентный аккаунт доплачиваете 20 долларов либо платите еще 220 то есть покупаете ключ за 300 и тогда он стопудово будет не откатит его ну ну само 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 людей купило ключи по 100 долларов и буквально там течение 5 первых 5 дней где-то была очень большая волна откатов то есть у нас люди приходили играли тут же пропадали то есть откатывали 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 аккаунты ну это был самый простой способ попасть в бету это не корейцы это китайцы делали при этом очень забавно общались в чате на английском то есть явно понимаешь что человек не говорящ блин вообще они офигели они встали рядом с воротами фр эти ну что тогда пвп давай пвп один на один ну да один на один не тянете сразу друзья прибежали а посложнее посложнее зарегить некоторые либо найти другу у которого есть был аккаунт как бы там уже были пресс аккаунт но еще не знаю у нас аккаунты были с предыдущих бет проходили на четвертый тест сейчас на пятый тоже всем кто там участвовал прислали эти купоны то есть никаких проблем попасть нету особых стояло корейская винде должна быть винда корейская но еще ряд подобных условий должны быть выполнены иначе все что там 300-500 аккаунтов вы зарегаете все это бесполезно ну сразу были такие регели да пакет винду на корейский поставить pvp pvp никакое баланса в классах нет вата какая-то нафига я это купил такое мнение тоже есть чат озвучивает ну я думаю что баланс допилит все-таки игра если позиционируется как киберспортивная то баланс мне кажется это первое о чем стоит думать скиф что баланс ну баланс между классами если игра позиционируется в любом случае о первом чем разработчики собираются продавать игру не ну как бы в тсв там я сомневаюсь что какой-то баланс есть такой суровый но если игра киберспортивная то вот в ней балансом этим заниматься надо не знаю ворчаешь даже баланс киберспортивная составляющая это игра 8 на 8 в смысле ну то что ты с чем сейчас занимаешься это ни разу не киберспорт давайте собственно эти арены зайдем я конечно все никак не докачаешь мне 28 левел мне нужно 20 понимать то что заход на эту арену немного меня замедлит прокачка но я туда схожу покажу вам ребята опять выпаду дези стрим будет дези стрим но потом гаррот ты можешь работать переводчиком с матерного игрового на стрим да могу видимо так как на арену мне попасть я вот не знаю кстати стыд мне и позор я не знаю как на спвп попасть ребят в чате подскажите как на спвп попасть а вот турнир посмотрите можно турниры какие-то идут open compliment in progress а где просто фри там какой-нибудь пвп на карте скрещенные мечи вон наверное чувак стоит пвп инструктор нет не то он там ну а дидео вот толпа стоит туда короче много разных серверов мне при этом показывает странная система я не понимаю ее они все пустые 0 и 16 в чем прикол 16 16 плэй пикай плэй нау чем плэй нау плэй нау тыкуй ничего не происходит хайд фул хм я не понимаю жди тыкой окей жду и тыкую дези которая выйдет отдельной игрой конечно же будет движки армы 3 ребят ну чего мы же про это говорили уже краблю кнопку тык 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 чтобы попасть самую клевую составляющую игры надо крабить кнопку о меня запустило куда-то ура 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 я закрабил ее да так я за красную команду побегу с чуваками надеюсь что они знают что делать ну вот все побежали захватывать точки собственно то о чем я и говорил две точки принадлежит нашей команде одна их сейчас мы пойдем видимо на центральную точку потому что там идет pvp я вор яростный бегает чем что-то что-то он делает я не понимаю в домах дикий просто вылетает что это шпач в фак да суровое pvp сурово что-то нафиг юра дает окей да мартиру то зачем я не знал варп по 5 8 к бьет сф 1 круть трансформ есть трансформация эликсир х трансформация в торнадо обязательно попробую интересно это не осады это то самое с pvp которое вы так просили то что они все с хайдом что ли у них дефолтный скилл финишки как как он переместился он же передо мной лежал где тут вообще баланс и какое-то понимание почему если в нормальном pvp матче это случилось киберспортивным я не знаю тут просто из тех кирпичей которые бы игроки бы высохли можно стену китайскую построить персонажи просто так перемещаются мертвые я предлагаю эту золотую шутку карл про кирпичи и про эту про стену занести баналы истории вот да да можно атаковать вражескую базу а можно не атаковать такой же инженер как и я кстати давай вар спасибо чувак финишки плеер киел бильдон буэл боб все у тебя победил мои турельки тебя нагибают дамаг у тебя гарни как кущий я печально этим фактом нежели меня теперь на турнир не возьмут и перекаты не используют блин вообще беда что со мной делать зато болтами кидаюсь как я говорю ребят чтобы дамаг был там надо долго вообще заморачиваться с камнями билдами но я не знаю если вам интересно как я все это буду сейчас изучать на стриме сидеть ну точнее собирать все это там торговцев лазить я этим займусь по-моему это странно это спелл такой переместиться куда лежит потрясающе я не знал сколько у мортир это всяких плюшек зато я пострелял с мортиры смотрите бум 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 а торнадо то где скоро будет сейчас у меня скилл откатит чтобы можно было поставить торнадо ноги всем не позже я сам больше слушать чем смотрю возможно мортир говорят на горе надо ставить на горе ставить и стрелять но у меня мортир сейчас нету так что ставить мне нечего там кстати пистолетов мне не выдали других не выдали это винтовка это печаль печаль ладно кстати наша команда еще и побеждает Я в красной команде же? Да, вроде в красной. Как они на меня все побежали. Ребят, это не я был. Я в плащении при делах. Да я в него вообще попасть не могу. Че он как этот крутится? Воры жгут просто напалмом. Он постоянно в хайде, постоянно крутится. Нет, про торнадо это у меня аликсер какой дает. Цена на игру не знаю, упадет ли, нет. Респаун available. You are defeated. Да, я согласен. Верните меня на это респаун. Вот у меня тут есть штучка. Торнадо 15 секунд. Рампэйдж 20 секунд. Ярый, смотрите. Кулаками бьет. Дайте мне кого-нибудь убить. Блин, все, кончилась ярость. Варовская элитка, да? Все подвисло, все сверху. Походу, да. Финишки. Финишки. Нет, я хочу первым это сделать. Гады. Вообще, я считаю, что ворны нагибают. Пусть только это увидел. Так, это мы захватили. А, нет. На ватарфоле. Чёртов хайт. Он ещё как-то выходит из неё не сразу. А торнадо, это чья элитка? Кто скажет? Ха-ха. Мы победили. Ред Тим Вин. Гар чемпион. Всё, я хочу убежать отсюда. Давайте быстрее. Это плохой вор, говорят ещё. Я не сомневаюсь, что есть рукастые игры. Есть потенциал, как у киберспорта. Очень крутой. Вот мне, кстати, ПВП ранг показывает, сколько до следующих. Славу надо набрать. Мне говорят, то есть разделена такая прокачка, отделена ПВП прокачка от обычной. Кстати, вот этого эликсира вчера буквально не было. То есть его только сейчас добавили. Чатик флудит. Надо пойти открыть поинты всякие. За это ЭКС подают. Немного, но дают. Кася 30-й взяла. Кася, блин, задротка. Я вот не знаю, где она качается. Трайзен набрал пати 30-х лввв. Только 20-й. Я не знаю, ребят, что такое кокс. Наверное, правда, симулятор повара. О, забавно. В эту локацию ходить нельзя. Значок недвусмысленно намекает. Я согласен, что экспо за сюжетку много дает, но у меня сюжетки кончились. Демо-стори-комплит, как видите. В пвп в этом, там не левел решает, а количество скиллов. То есть на ввв ты появляешься 80-го левела, но вот с теми же скиллами, что у тебя были. Какого-то левела и есть. И с тем же шмотом. Поэтому решает. На ввв решает. А вот на аренах нет. Вообще не решает. Так. А вот и мы все. Возвращаемся. Возвращаемся. А вот и мы. Значит, мы можем. Возвращаемся. Вот и мы. Так, мы возвращаемся к ПВЕ, где там мои турельки. Туда нельзя, тот же вид проход закрыт, тут тоже значки под экраном загрузки, не знаю, не заметил значков. Может что заметил, ответьте в чатике. Подустал я, но хочу все таки пройти и взять тридцатый левел и пройти этот инстанс. Продолжение следует... Слева внизу написано 28, это левел 28. А это эти, там сколько всего achievement, если вам интересно посмотреть, сколько я заработал, то они тут есть. Вон, 233 поинта различных ачивок. Давай, удачи. Блин. Чем дальше левел, тем более увлекательная прокачка. Воистину. Много врагов кроме кентавра есть, но, блин, тут с кентавры левелом повыще, поэтому их убьем. Вот видите, кейв тролли есть, 28 левела. Удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Камнипад что ли делают? Крабишь, крабишь, крабишь. Ну да. А есть варианты. Сами же сказали, что PvP вас не возбуждает. Ну, в таком виде, какой у нас сейчас. Нет, здесь, ребята, такого нету. Как бы, там что-то надо обязательно заходить, иначе сосёшки, делики выполнять. Я полагаю, что здесь всё-таки этого не будет, да и нету. Ммм, вон весёлые амёбы. Чёрт, они сломали мою пушечку. Ветеран-тролль. Там, видите, ребята, какими-то вещами ещё в чате обмениваются. Господи, ветеран амёба теперь. Не знаю, как-то мне кажется, прокачка замедлилась заметно, потому что тупо я не могу эти квесты с сердечками делать больше. Они кончились в моей локации. Нафига он мне в амёбу-то превратил? Пиум-пиум-пиум-пиум-пиум-пиум-пиум. Вот тут вот. Всё, видите, даже тролль не агрится. Чуваки всё свои. Я уже успел за время игры побыть в разных ролях. То есть, там, беглые амёбы, видите, воронами, кроликами, курицами. Всё, кончилось. Трансформа. Идеальная защита от троллей превратится в амёбу. Вот я сейчас и бегаю уже, по-моему, в локе от другой расы. Это хуманов. У них там всё это. Заморочки с кентаврами были. Блин, этот мерзкий квест с частями катапульты. Которые я трак так как не смог найти. Прервись на частях, отдохни, мы отпускаем. Ребят, если я отдохну, я потом найду 100 причин сюда не вернуться. Да, пока ты спишь, прокачается. Тоже верно. Где эти части катапульты? ГВ-2 убивает разум. Не согласен. Можно пику подобрать. Пикой подерёмся. Всё из-за фиговины можно подбирать и драться ими. То есть, смотри. Блин, кентавр, ну что ты мимо-то бегаешь? Даже нацелиться не можешь. Да, есть те, кто перегнал. Я ж не этот, не задал. Я спать ходил. Ну и потом с утра делами занимался различными. Даже постирать успел. Реальный человек, да, укрой меня. Ну какой-то чувак с мечом, я не знаю. Он может быть и месмером, может быть и воином. Я думаю, чатик его опознает быстрее, нежели я. Ну, что-то как-то махает, как воин. Ну, чуваки какие-то вообще набежали. Здесь из какой-то гильдии. Нет. Моя стирка выглядит. Закинул белье в стиральную машинку и нажал кнопку. Короче, я опять не могу найти эти долбаные куски катапульты. Кентавры их очень здорово спрятали. Поэтому я так пойду куда-нибудь в другое место на квесте покачаться. Где я его еще не успел сделать. Вот, к примеру, здесь. Ну, я лутал. А-а-а-а, блин. Может, они с кентавров действительно впадали. Ну, ладно. Мы этого уже не узнаем. Нифига себе квест, где надо поговорить. Да, вы гоните. Тренировка с щитом, мечом. Вон, типа, сержат. Не успела закрыться щитом. Блин, а вроде не на меня он подбегает. Ну, конечно, он завязал, пока у меня скилл в аркате. О, я его заблокировал. Потренировались с щитом. Давайте. Сержант Солота. Окей. Тренируемся с винтовкой. Пио. Неужели не попал? Пио. Не попал. Что такое? О, попал. Да вот такой квест. Это, кстати, первый квест, где не надо убивать мобов. Где там еще один сержант-то? Вон, походу. Тренировка с мячом, видимо. Ну, надо его, наверное, убить, пока он вот так стоит, где лицом именно. Блин, бред какой-то. Че делать-то? Берите меч, попробуйте ударить. Да как я его ударю-то? Он пролетает сквозь это, сквозь него. У нас чатик вырубился. Ну да. Сейчас включу, ребят. Стрим просто выключается автоматически на ГОХТВ и пропадает чатик. Это че-то долбанный бред. Дайте мне обычный квест мобов побить. Есть такие, или не забыли выдать? Где тут можно хоть квесты какие-нибудь поделаться? Здесь вот, я помню, какие-то идейлики появляются постоянно. Я не понимаю, почему так мало квестов. Я тоже не понимаю. Но их мало. В основном одни и те же делаешь. Вон ответили, потому что это гилд варс. Потому что в суровом будущем и темном есть только война. Поэтому квестов мало. В сне банк. Вот это было. Не могу в данж пойти ребят С 30 левела в данж не берут меня Нужен 30 левел У меня только 28 Я бы с удовольствием сходил бы и инсталлировал клиента В GV один там были аддоны вроде, которые добавляют лвла, там что-то еще квестовые темы Не Гару, ты делаешь отличную рекламу Ryzen своим анти-GV2-шным релизным стримом Но у меня не анти-GV2-шный стрим Начнем с этого И боюсь Ryzen пофигу Что я им там за рекламу делаю Или не делаю В аддонах были классы Да, кстати, блин, о классах Но жалко, что не хватает деревиша Опять посокрушаемся об этом Не здорово Так, тут даже что-то эвенты никакие не появляются на этой локации Я думаю, что эвенты будут какие-то динамические Я хоть по ним побегаю Но что-то они не спешат появляться О, может сюда можно сбегать Сейчас попробую Я не знаю, что я не знаю Я не знаю, что я не знаю Интересно было послушать разговоры со скифом Скиф ушел куда-то Как обычно, молча Молча удалился Я просто стримлю GV2 Не анти-ничего Некоторые тут думают, что даже купившие GV2 вряд ли докачаются до капа, многие из тех кто купил. Слишком специфичная игра. Ссоришь и зеваю, я просто подустал уже играть и всё говорить, 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 говорить. Ну как сказать, специфичная там, специфичная, да. Ну я не раз замечал то, что как-то восхищение не вызывает. То есть нет, нет таких чего-то, что может вызвать вау. Хотя Маск ПВП, наверное, поначалу зацепит как-то. Да, основные линейки квестов ограничены, совершенно прав, то есть унылый гринд, поэтому... Ну и варчейджи тем же мы занимались. То есть по квестам там вся прокачка закончилась и мы давай бодро гриндить мобов на северном континенте. А уже делать больше вообще нечего было. Квест какой-то выполнил. Сейчас по сути то же самое, я занимаюсь каким-то гриндом бессмысленным. Хотя он должен был бы давно прокачаться на основной квестовой линейке. ГВГ вот неплохо тут говорят реализован, то есть 8 на 8 там сражаются. Очень здорово. Интересно, чувак какой-то носится со скиллпоинтом. Чувак, стой. И он что-то решил повоевать. Что разработчики обещают? Про что? А, ивенты запускаются там, где народу много бегает. Возможно. Возможно это и так. Хотя нет, не соглашусь. Я когда вчера бегал и там чуть ли не ссовывал на локации, то все равно запускались ивенты. 500 эксп. Всего 500 эксп. Какие-то крохи. Да, больше квестовых линеек до самого кап. Здорово. То, что разработчики обещали. С удовольствием бы посмотрел. С удовольствием бы посмотрел. Да, то есть ребят, те кто сейчас смотрит и думает, блин какая же здесь прокачка УНВ. Видите, на капе обещали больше разных квестовых линеек. То есть не так все будет печально. Гринд минимизирует. Ну, в принципе, сразу заниматься будете по сути тем же самым. Бегать по квестам. И выполнять. Вряд ли думал, что в этом плане что-то поменяется. Так я не пойму. Здесь вот. Мне показано то, что есть два скиллпоинта. Как до них добраться. Вопрос. Вообще вон, на link of fire поедем. Повоюем. Да, устал уже, зеваю. Ну, стрим у нас идет пока всего семь с половиной часов. Всего. Кстати, а вот расскажите про эту задумку с контролем территории в GVF actions. Что они хотели сделать? Что они там такого задумали интересного? Не знаю. Думаю, сразу будет Dedele какой-либо будет. Так или иначе. Наши разработчикам это выгодно делать. БСФГ есть. Что такое БСФГ? Вы про что, ребят? Какие БСФГ? Ну, не знаю. Я честно себе даже Guild Wars как-то иначе представлял. Но когда... Ну...